Мне кажется, это можно попробовать прямо сейчас. Я тоже так думаю. Давайте его поломаем. Давай. И внутри попробую. Пахнет как копченый. Да вообще. За 20 юаней всего лишь. Слушайте, я не могу, она так пахнет офигенно. Надо вечату тетеньке взять. Дай я укушу. Подожди. Не нравится? Моя вообще сморщилась. Просто кисло. Но запах-то запах какой. Мы Шангрилла. На высоте 3200 метров. Меня зовут Макксим. Это моя妹妹, Майя. Это моя мама, Ленна. Это моя папа, Даннис. Мы живы в Чем-то, в俄羅ске. Денваз Ти Ви. Огромный супермаркет. Посмотрим ассортимент и цены. Очень интересно. Хотим найти что-нибудь вот прям местное. То, что не продается в других регионах Китая. Ну и сравним цены на те продукты, на которые мы знаем. Начнем сравнивать с напитков. Вот я знаю, сколько у нас стоит пепси и кола. 3-3,5. Здесь 3,5. Паста, зубные щетки, мыло, снеки. Наша любимая тема. Крылышки, лапки. Что ты моя нашла? Так это даже не куриные. Это эти... Утиные. Ищем, ищем, ищем. Что-нибудь необычное. Спайсинг патейтас. Картошка. Острая. По-моему, у нас такое не продают. Майя, первая в корзину уходит. 8 юаней. 8 юаней картошка. Вот еще такие ладу я у нас видела только, ну, просто готовое блюдо. Макс любит. Макс, будешь? Да, буду, конечно буду. А это что, какое-то обрезлое? Копыта. Ну, копыта, копыта так же, как у нас, 13 юаней. Манимид какой-то, что это такое? Манимид, это мягкая колбаса, в смысле, сладкая сосиска, которую я терпеть не могу. Она даже на фотке, да. О, это же мое сало. Нет? Нет, это рыбка. А, это рыбка. Извините, рыбка 11 юаней. А такое, такое, по-моему, только фого дают. Где вот такие вот штуки, и по-моему, внутри икра. Икра. Чья икра? А, или чьи рыбы, наверное. Серьезная икра. Не, ну, мы такое не знаем, вот 14.80 продается, не пробовали. 9.50, это гребешки. Берем? Ну, я это не буду, это острый. Давай возьмем, попробуем. Такая рыба у нас тоже продается, примерно по такой же цене. Вот это вот все есть. Это. Это что-то говядина. Какая часть говядины. Я думаю, это сустав, в смысле, это коллагеновые части, жилы или что-нибудь такое. Каждая в отдельной упаковочке. Но я что-то не хочу. 16.50 тем более стоит, это, на мой взгляд, дорого. Вот, какая надутая рыбка. Вы внимательный зритель? Знаете, почему здесь многие герметичные упаковки такие раздутые? Мы об этом говорили. Ну, такое ощущение, что сейчас взорвется. Ух ты! Смотрите, что мы нашли. Это спененная свиная кожа. 14.90 стоит. Хрустящее, говоришь, да? Да. Стейки из баранины вегетарианские. Из баранины, но вегетарианские. Значит, не из баранины. Это же какую-то часть баранины. Они, наверное, сено отобрали у барана и сделали. Конфеты из молока яка с фруктами. 11.90. Возьмем попробовать. Так вот, высушили и что-то осталось. Собственно говоря, сделали Макс сок, сок продали. А надо же куда-то деть отходы. Дуриан. Надутый. Не, Майя, вот это вряд ли кто-то хочет. Что, 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 где? Не настоящий шоколад, так и написано. Не настоящий шоколад. А почему по-японски? Да это просто бобы, горох. Нет, что-то как-то вот это не впечатлило. Ну и здесь пошли наши любимые семечки. Что, Макс? Смотри, вот тут понятная сразу имитация. Почему имитация? Мне непонятно. Мне непонятно, почему это имитация. Производитель именно этот указан. Ну, посмотри. Вот. А, вот это да. Вот, Макс, ты прав. Вот это имитация, а вот это оригинал, который мы всегда едим. Точно, Макс, мы не обратили внимания. Вот это все оригиналы. Вот это оригиналы. Семечки с разными вкусами. А вот это, посмотрите, цветовая палитра, картинки. Все-все-все очень похоже, но это другие производители. Я думаю, это что-то местное. Да. Этот бренд называется Слюнявый ребенок. Как? Слюнявый ребенок? Ну, если вот отсюда смотреть, кажется, что это все один производитель. Внимательный. Что мы хотим? Сочи из биндун-дуня. Нет, из биндун-дуня мы не хотим. Хотим такие? Вафли, что ли? Да не, они очень жирные и так себе. Ребенок сказал жирное что-то. Да, Макс, мы такие не пробовали. Смотри, они с яйцами. Давайте лучше чипсов наберем. Берем, возьмем. У нас вообще ничего к чаямам. Чипсы, говоришь? Ох, нифига себе. Мы заметили, что здесь едят картофель, много картофеля, поэтому и чипсы, я так понимаю, здесь в уважении. Чего ты там кинул уже? Вот, это, смотрите, написано, не жарено, не жарено, значит, полено. Это как обычная печенюшка. Подожди, это мои любимые печенюшки, это не чипсы. У нас такие тоже есть. Вот по вкусу, ключи еще надо взять. Мы можем это завтра взять на путешествие. Интересно, есть ли здесь что-нибудь такое местное, что мы не видели? Вот это какая-то пародия на лейс или не похоже? Ну-ка, давайте найдем лейс. Лейс вот так оформлен. А эти? Да нет, не очень похоже. Хотя с другой стороны. В общем, ладно. О подделках и имитациях мы уже неоднократно говорили. Если вот так вот смотреть, можно вообще все перепутать. Да, мы взяли каждого по вкусу, а завтра на пробу. Знаете, я вас удивлю, все эти вкусы я пробовал, они продаются у нас возле дома. Да, да, вытаскивайте. Вот, наверное, местное. Дети, похоже на лейс вообще вот это вот или нет? Да, немножко. Не очень? Я думаю, это тесто. Нет, давайте тогда вытаскивайте, раз мы это уже... Не-не, пускай берут. Вот такого бренда тоже не видел. Ну, слушайте, очень много. Из дыни? Да вообще чипсы. Со вкусом дыни чипсы. Я думаю, это типа этих... Дыня сушеная? Нет, кукурузный палочек. Давай попробуем. Нифига мы там уже набрали. 6,50. Да, а цены-то мы не сравнили. Давайте мы знаем приблизительно цены вот на лейс. Обычно у нас... 5, 6,90. У нас такие же цены, да. 6,90 вот за сколько здесь грамм? Не могу найти. За 70 грамм. 70 грамм лейс 6,90. А вот местные 3,90 за 50 грамм. Местные дешевле. Юннань, прям так и написано. Юннаньские патата-чипсы. Да, но это не чипсы. Ну, размер такой, знаешь, на пару сериальчиков или на звездные войны. А может на властелина колец даже хватит. Не, ну это мы брать не будем. Сколько? 13,80. Такая большая пачка. Маленькая пачка. 7,50. Напитки. Red Bull 5,90. У нас за 6 продается. Цена одинаковая. Плюс-минус где-то там. А Coca-Cola и Pepsi. Двухлитровая бутылка в 8 юаней. Это дешево. Разве? У нас полтора литровая за 8 продается. Здесь двухлитровая за 8. дешевле, чем у нас. И стандартная бутылка. А, это Zero. 3 юаня. А где обычные? Обычной колы нет. А вот здесь увеличенная. 6,80. И вот баночка 2,90. 2,90? 2,90. Нормальная цена, да? Стандартная. Где это? В туристических зонах. Мы в обычном магазине, супермаркете. Сникерс двойной. 70 грамм. 5,80. А маленький, у которого 51 грамм. 4,80. Ну мы же пришли сюда выбирать что-нибудь, чего мы не видели никогда в жизни. Сникерсы верните. Мы это еле пробовали. Ищем сникерс, например, с яком. Вот это ищем. А сколько стоит Монстр Энерджи? Тут интересно знать. 6,50. Я покупаю по 5,90. Мы перешли к пиву. Посмотрите, какое пиво. Из клубники, что ли? Да. 21,50. В Харбине прямо. В Харбине были еще, на самом деле, побольше размеры. Вот такое пиво. Но это что-то совсем местное, да? Переведите, пожалуйста, что это такое. 43,90. Ну какие-то такие картинки. Хотя, аумлаут это что-то на немецком, наверное. Вот интересное. Это духи, что ли? На мыло похоже. Нет, нет, это пиво. 8% пиво. 39,80. Ну что-то алкогольное, я не знаю, из роз или что. Смотри, прикольная штука. Добавляешь вот такой вот кубик в воду и становится тебе кофе. Кофе? Так это для кофемашин. Только не в воду, а в кофемашину запихиваешь. Да. Это гранулы для кофемашин. Вот-вот, добавляешь. Добавляешь воды. Действительно, а я думал для кофемашины. Вот это вообще как мыло выглядит. Тоже 8% написано? Не знаю. Капу кафе. 6%. Набор из трех кружечек кофе, наверное, просто добавь воды, 22,80. Ну интересные товары. Я вот реально многих, вот такое я вообще ни разу не видел. Это же алкоголь какой-то. 16,9. 17%. Бухло. И вот сверху, смотрите, а это алкоголь для детей. В особо крупных размерах. Стоит 37,90. Покупали Елис и Ели. Да, я один раз купил такую, ну, другого бренда. Ай, какая пущуся. Пущуся. Вода. Вот именно этого бренда и такого же объема у нас полтора юаня. Один в один. Ничем не отличается. А местные бренды? Аквафина. Такую не знаю. Пепси? Точно аквафина от пепси. Один юань. А вот совсем местные, которые тут на горах юнаня разливают, есть? Ну, вот, наверное, тамариновая водичка. Тамариновая? Да. А, ну я пил такое. Вам же не понравилось. Помните, я угощал. 10 юаней за 6 штук? Да. Что-то я не вижу как-то местной воды. Вот это больше? Нет, нет, это все не то. Воды надо взять, да. Возьмите воды, пожалуйста. Нашел местную? Ну-ка. Это юнанская. Мы ее везде тут пьем. Ну, которую нам раздают бесплатно в отелях. Полтора юаня также. Не дешевле. Вот шангрила. Прям шангрила написано? Прям шангрила. Маленькая, 350 миллилитров. Дороже, чем привезенная. Ясненько, ясненько. А вот Уатсон с тоник. Почти 7 юаней. 6,90. Всегда дорогая, но неизменно одинаково невкусная. Нам не очень нравится. Мы нашли более приличные газировки и минералки. Это грибы, что ли? Это что, маринованные перепелиные яйца? Да, это маринованные перепелиные яйца. А это... Это личи. Личи? Ну, личи. Ладно. А я лучше испугался. Грибы? Нет, маячок. Не-не-не. Давай как-нибудь потом. А то сейчас не унесем. Мы тут уже столько накидали. Дальше идет... Водка. Водку обязательно надо посмотреть. И... Рио. О, это... Помнишь? Это тот самый... Это уксус, который мы обещали больше никогда не брать. Потому что он невкусный капец. В баночках вкусный, а вот в этих невкусный. Но, возможно, это другой бренд. В баночках вкусы за вкусом зеленого яблока, красного яблока. Тут сахара меньше. 4,50. Рио. Так, что это? Высокоалкогольные напитки. 8%, 13,50. Вот вино из помелы. Вот вино из ягод, знаешь, таких Ян Мэй. 29,50, 22,50. Выглядит очень красиво, но я не думаю, что это вкусно. Вот это вино из сакуры. А вот это, я думаю, корейские напитки. Ну, во всяком случае, по оформлению похоже. Смотрим. Ягермейстер. Вот такая вот маленькая. 35%, 0,2 литра. 68 юаней. О, на большой Ягермейстер. 700 миллилитров, 89,90. А вот это вроде как... Подождите, подождите. Мне кажется, здесь что-то должно другое быть написано. Ну, да, ну, всяк не Джакар Блак. Это Блак Джек. Где? Виски. Вот это. Это даже не имитация, это явная подделка. Джек Дэниелс. Виски, 221. Или это подделка на Джек Дэниелс. Блин, я уже запутался. Но когда я это увидел, я понял, что это на что-то... А у тебя есть Блэк Джек? Что такое Блэк Джек вообще? Блэк Джек? Это такая игра. Карточная. Я вообще не знаю эти сорта. Вот мне вот это, смотри, прикольно. Это... Это... Это даже не шангрилашная. Я думаю, это еще дальше. Это из Тибета. Тибетское пиво? Думаю, да. Макс, прочитай, пожалуйста. Макс завис, разглядывает этикетки. Водка Абсолют. Так, 0,7 литра, 158 юаней. Black Label, 282 юаня. 12 лет выдержки. Jim Beam, 112,90. Это я как бы только знакомые мне бренды показываю. Вот это я еще знаю. Это корейская водка. Что-то там совсем мало. 13, что ли, процентов. А, это опять какое-то шангрила пиво? Это я не знаю. Прямо сайт написано. Шангрила пиво пиво. Ну ладно, шангрила так шангрила. В винах мы совсем не разбираемся. О, моя любимая бухлишка, никогда. Есть эта кенгуру ваша любимая? Наша любимая кенгуру. Она жиданная есть. Black Yak называется. Бери черного яка. Бери белого яка. Майя, вон, уже белого яка потрогала. Ну и самая дешевая водка, что-нибудь типа вот этого, здесь стоит 12 юаней. Пап, это болтай. 38. Вот, пап, 7. 7,50? Это что же за пойло такое? 7,50? И сколько там процентов? Не могу понять. 42. Это спирт, видимо. 42 процента. Спирта 7,50. Вот хотите, хотите дешево набухаться, приезжайте сюда. Это из Сычуани привезено. Сычуани, видимо, еще дешевле в несколько раз. Ну да, учитывая, что не нужно тратиться на доставку. Все, с алкоголем разобрались, идем дальше. А, вот, сразу, чтобы это... Что там плавает? Там кто-то уже умер. Чтобы не искать кружку и не пить с горла. Вот топарик такой. Папа, это это, вино из кислой капусты. Вино из кислой капусты? Офигеть, смотрите, 26 процентов за 3 юаня. Я, блин, хочу аж попробовать. 4,90. Но, учитывая, что такой маленький объем, 4,90, я думаю, это хорошее букво. Едем дальше. А это что, печеньки со вкусом салями? Нет, это печеньки... То есть, изначально они были с вкусом риса, а это с вкусом фиолетового риса. Фу. Черного риса. Я уж подумал, это с салями. То есть, они будут вот так вот. А, вот так оригинал выглядит. Это рисовые просто, а это с фиолетовым рисом. Ясно. Целая полка с кексиками Орео. Чакопай почем? О, да, ее сейчас разорвет. 14,80. О чем это говорит? Что это герметичная упаковка. 14,80 за 6 Орео. Я вот эти больше всего люблю, конечно же, оригинальные. И вот эти вот с яичным вкусом. Мне тоже очень нравятся. А все остальные, вот эти вот более... О, кстати, смотрите, дети, разорвалось. Ага. А кто-нибудь, может, нажал или... Ну, может быть. Вот эти неплохо. А все остальные мы какие пробовали? Совсем недавно мы взяли вот такие пробовали. Не очень. Орео со вкусом аргуза. А, это вот как раз разглядываете, да? Это новинка, которая будет только летом. Прикольно, слушайте, надо взять попробовать. Давайте возьмем, попробуем. Но совсем недавно мы взяли вот такие. Вот это главное разочарование, наверное, из всех Орео булочек. Реально Макс даже не стал есть. Майя, по-моему, один раз откусила. Я их все съел. Я даже не пробовала. Даже не пробовала? Я не знала, чтобы это ели. А помните, мы купили как-то по скидке вот с этой. Сначала никому не понравилось, а потом так подсели. Здесь с кунжутным, по-моему, маслом или с кунжутным. А мне очень понравилось. Я просто потом все их доел, потому что вы отказались. Ну, 14,80 стоит. Вот мои любимые. А я вот эти обожаю. Ага, с мясными волоснями. Да. Я не понимаю, как это мясо можно назвать. Ну, вот так вот. А это что такое? Это, видимо, со шкуры взяли. Там волосы. Посолили. Посолили. И добавили. Ой, ти-пу-ти. Это тигренок. А, ну так и написано. Тайгер и Брэд. Хулитол. А вы как прочитали, взглянув на эту надпись? Вот этот производитель очень умный. Он делает так, чтобы ты все время ел и не переставал. Потому что здесь в одной печенюшке много сахара, в одном мало. Если ты сначала съешь, где много сахара, потом съешь, где мало, тебе вторая покажется безвкусной, и ты захочешь еще. Если сначала съешь где мало, а потом где много, то тебе покажется, что, ммм, как вкусно. Вторая была такая вкусная, и еще захочешь. Так что в любом случае будешь покупать еще больше и больше. Да. Кто вам такой сказал? Тик-ток. Я думал, это ваши выводы. Мне кажется, это просто пиар-акция была. Дети, наши любимые печенюшки. Подделка на бут. На батти на бут теперь называются. Да, это прям вот жесткая имитация. Вот это оригинал. Вот так должно писаться. А это вот, ну нет, сейчас не, сейчас, да нет. Мне этих. Он открыт, открыт. Я думаю, вот это вот вкусно. А может и нет. Шесть юаней. Я попробовал по коже. Это, представьте, едите. Там внутри такой крем вкусный, но очень-очень жирный. Жирный. Очень вкусный. О. А, вы только что про них как раз разговаривали. Я делала очень вкусный вкус, еще вот новый вкус. Только очень дорого. Очень дорого. 18,50, да. Я не могу попробовать, но это не дороговато. О, орео. Орео. Давайте посмотрим. Пачечка орео вот такая вот с персиками. 97 грамм. А она абсолютно сколько стоит. 6,90. Посмотрите, а вот это без сахара 10,50. Потому что без сахара все дороже. Да. Смотри, вот это вот только по летам продается. Только летом. Летний вкус 6,90. Так же. Это со вкусом цветами и персика. Это со вкусом цвета и лимона. Цветами. Дети, вы вообще какие-то не русские стали. Русские забываете совсем. Кастрюли, сковородки, кружки, ложки, хостовары нам неинтересны. Направляемся в соус. Проходим это, проходим. Сюда мы еще заглянем на обратном пути. Идем в соусы. Горлодер. Во всяком случае очень похоже. Леносик, как? Похоже на горлодер? Это из перца, мы же знаем. Четко горлодер. Это вот такая фигня только из помидор. И с чесночком. Очень вкусно. А как же хрен? А мы не добавляем. А мы добавляем. Какой же это горлодер без хрена? Ну, у каждого все. Вот это вонючий тофу, который опробует на многих китайских площадках. И ни один не смог это проглотить. Серьезно? Ну, не знаю, из тех, которых я знаю, да. Выглядит, конечно, отвратительно. Даже выглядит отвратительно. Так это вонючий тофу. Главное не разбить, а то придется эвакуировать район. А тут у нас... Черный перец. О, сычуанский перец. Это не рот сычуанский, это красный и сычуанский, это зеленый перец. О, да. А это не рот сычуанский? Ну да, видишь же цветом отличается. Смотри, прикольно тут так наберешь, открываешь и открываешь. А это, похоже, порошок из чеснока? Да. А есть, я не знаю, там... Какие-нибудь привычные нам приправы. Куркума. Черный перец. Где? Вот порошок из черного перца. Ага. Известный бренд в Гуандуне тоже есть. Уксус. Ничего себе объемы. Кстати, известный производитель. Вот соевый соус тоже его. Да, 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 да. Я в ней не использую. Макс был, видел, как его производят. Прямо на фабрике разливают. Прикольно там. Там, в общем, я даже сам соевый соус сделал. Но снимать там было нельзя, поэтому машины показать не смогли. А видеоролики есть на канале. А у нас тут соевый соус, соевый соус, соевый соус, соевый соус. Уксус, соевый соус, уксус, соевый соус. Офигеть, сколько их тут много. Но это не все соевый, допустим, вот масло из перца, сычуанского перца. Из сычуанского перца. В общем, но большинство все-таки это соевые соусы. И всего лишь несколько. А, это устричный соус. Погодите, а где хотя бы из помидор-то? Я уже забыл. Кетчуп, кетчуп. Китайцы вообще не нет кетчупа. Зато едят лапшу. Посмотрите, сколько лапши. Но, я не вижу ничего такого, чего бы раньше... Нет, вот такого я вроде бы не видел. Смотрите, что я нашел. Это же мой любимый корейский гостпеппер с миллионом сковеллей. Только я тут ни слова по-корейски не вижу. Это похоже... Это, видимо, китайский бренд. За 6,90 большая пачка гостпеппера. Гост. Я хочу попробовать. Маленькую и большую берем. Пельмени? Разводные пельмени? Проверь, просто добавь воды. Если мы возьмем, обязательно попробуем. Так, это мы складываем. И маленькую я еще хочу тоже взять. Берешь кипяток, закрываешь на 5 минут. Потом добавляешь масло и лук репчатый. И все, можно есть. Берем разводные пельмени. Такого мы еще ни разу не видели. Тут есть со вкусом русских пельменей, есть сибирских. В общем, смотри, тут есть со вкусом ребрышек, со вкусом острых ребрышек и со вкусом креветок. А вот это желтое, что мы взяли, ребрышки пойдут. А это лапша и рис с нагревательными элементами. Добавляете водичку, она вскипает и заваривает вам все, что там понакидали. Вот такое мы пробовали, покупали. Что из этого еще знакомое? Хайделао тоже такие производит. Они одни из первых начали производить. Вот, маленькая пачечка стоит 14 юаней. Примерно так же. Большая стоит 40-45. Но это маленькая, это, скажем так, самый дешевый вариант здесь. 15 минут и еда готова. Кстати, очень вкусно. Не все, конечно, вкусы. Но в целом неплохо. И всегда почти остро. Вот это, думаю, тоже неплохо. Глядем, как он с картошечкой. Но мы это сейчас пробовать не будем. Ваши любимые сосиски. Острые, зеленые. А говоришь, нет ваших любимых. Зеленые? Это острые. С сычуанским перцем? Точно. Сосиски с сычуанским перцем. Я же захотел попробовать. 2,50 за одну такую маленькую сосиску. Без перца вот такие за 2 почти. Ваши любимые все же есть. Я кукурузных набрался. А кукурузные стоят одна сосиска 2,50. Шоколадные пряники. Серьезно? Во! О, посмотрите. Если уж возвращаться к Хайди Лау, они производятся... Вот Хай. А, вот Хайди Лау здесь есть. А это оригинал? Да, похоже, оригинал. Ну вот, посмотрите, Хай начали производить вот такие. И сразу другие производители подтянулись. Это Шанхуй, который делает наши любимые сосиски. Которые, помнишь, такие? Шанхуй? Шанхуй, да. Это которые, знаешь, в общем, они делают наши любимые к лапше. И делают, которые мы в прошлый раз на стриме со снеками ели. Помнишь, такая невкусная? А, понятно. А вот этих... Нет, это не они. Там рогатый черт нарисован. А здесь какая-то курица с... Вот чем-то делаем черт. Нет, 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 нет. Я о других подумал. Здесь таких нет. Варенье из розы срочно берем. Давайте, слушайте, подождите. А нафига мы будем брать какие-то там печенюшки с розовыми вареньями? Я думаю, они берут вот это дешевое варенье, запихивают в булку. Вот тебе розовый. Ты хочешь открыть, что ли? А, давайте возьмем попробовать. Давайте, ну, давайте дома уже. Потому что... У нас такое не производят. Ты хочешь это здесь открыть? Ну, возьмем домой и дома поедим. Да, 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 да. Потому что здесь, ну, смотрите, я купила вот такую штучку. Вот такое варенье. У нас такое продается. Вкусненькое. Посмотрите на сгущенку. Что так дорого? У нас по 12 или по 13, а здесь по 15 уже, а здесь по 18-90 и по 19-90. А вот еще вот такая черная роза. А, нет, роза с черным сахаром. Пав, смотри, вот это варенье было. Да, ну не 15 же 90, мы бы за такую стоимость никогда не брали. И нечто медосодержащее. В Китае, сами китайцы говорят, мед очень, не очень. Твоя любимая капуста. Серьезно? А мясо там? Нет, тут мяса нет, тут только капуста. А, подожди, я хочу капусту с мясом. Свининка. 25-90? Сало отдельно есть. А, сало отдельно, капуста отдельно. Зашибись. Вот, смотри, возьми армисты. Что-то военное. Дети, здесь есть слово военный, что-нибудь такое? Военный резерв? Ну, это красная звезда. Красная звезда. У них вот так оформлены сухопайки для военных, которые можно купить на Таобао. 9,50 вот такая вот маленькая баночка стоит. И побольше 500 граммовая стоит 15 юаней. А это вообще мясо же, да? Надо почитать. А, да, я вижу мясо. Вот, видишь? А вот бобы с юнанской ветчиной. Ой, сколько всего интересного. А с другой стороны острые всякие соусы. Это наш. Это ваша? Где твой любимый соус грибной? Вот. А, нашего любимого производителя, у которого были на производстве. Иодированная соль есть. На юге Китая такое не продают. Ну, там море близко, а здесь, видимо, йода не хватает. Любителям остренького посвящается. Я, наверное, такое месяц есть буду. Но, но, но я только это увидел. У меня полный рот слюней. Насколько же все-таки люди это собаки Павлова? Что это? Это все, это все вот маринованные штучки, которые нужно есть либо с рисом, либо с лапшой. И тогда безвкусный рис или лапша становится вкусным. По-моему, в яншо вот это вот во всю лапшу добавляют. Вот это бульон становится кислее, если добавить. Да, да, кисленькая такая. А это на кимчи похоже. Это, это, это морковка. Морковка? Да. Макс, ты это вот. Это что такое? Это, это, это просто вот, это там много чего из этих кисленьких добавлено. Да, их просто так можно есть или куда-то добавлять все-таки? Просто так можно есть. И мы такое, кстати, нам даже давали в школе, когда мы путешествовали. 3,50, возьмем попробовать. Крупы, крупы, геркулес. Папа, это вот желе из груш, которые только в Тибете и Шангриле. Прикольно. Шангрила склонять не будем, да. Но мы видели здесь эти груши, они продаются. Из этих же груш. А здесь молоко, сухое или детское питание из яка. Подожди, вот эта маленькая, сколько стоит? Да, так написано, якмилк 298 юаней за 300 грамм. Ну, это же не детское питание, нет вроде? То есть только добавь воды и пей. 400 грамм. А 400 грамм столько стоит, да. А вот тоже якмилк. А вот это что такое? Это, 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 это. Конфетки какие-то? Да, это какие-то конфетки. Я не понимаю, из чего здесь из этого, но здесь из этого алкоголь. Я никогда не понимал, что это. Это пошли сувенирные, какая сувенирная продукция. Это грибы. Вот тоже что-то из яка. Мясо яка. О, сами яки. Дети? А, это алкоголь, я понял. И я угадал. Это сувенирная продукция. Вот, 42-градусная водка. 500 миллилитров, 68 юаней. Ну, выглядит, конечно, прикольно. Ох, соус? Да. А, опять в металлической банке. Мы же такое уже пробовали. Мы брали, чем мы брали. Мы брали за 10. Где здесь? Бульбулятор из яка. Здесь, кстати, опять эти капашковые конфеты. Не, мы такое больше не будем пробовать. Да, нет, я помню. Ну, и всякие шаманские, не знаю, снадобья. Хотя нет, вот печенюшки есть. Ну, пойдемте из этого отдела. Мы не туристы тут. Мы уже давно живем, еще долго жить будем. Это из риса, да? Да. Кидаешь в кипящее масло, и они вспениваются. Это называются почему-то клеветковые. Со вкусом клеветок, значит. А это кора дуба, арбузы. Вот такие арбузы мы обычно берем. Здесь 3 юаня за полкило. Мы берем дешевле. Здесь дороговато. Видимо, тоже водунишка. Наверное. А эти по 3,20. Что ты там такое увидела? Деня, Деня. А ты что, колхозница? Ну, не пахнет вообще. Она должна же пахнуть. Колхозница очень ароматно пахнет, а это не пахнет. Поэтому думаю, что нет. Мои любимые шелкопряды, может, не пизуально. Кто говорит, что только туристы едят шелкопрядов и других тараканов? Нет. Вот в супермаркете продаются, так что нет, не только. А Лена нашла ранецки. Какие-то они уже немножко... А, ну, подожди, подожди. Это экологически чистый продукт. Эхотовар всего лишь по 5,38 за полкило. Ну, и грибы, грибы. Юнань славится грибами. 5,98, 4,98. Напомню, это все цены за полкилограмма. А, вот и разучил виноград. Виноград. Что, даже без цены? Они даже постеснялись цены, что ли, на него наклеить? Бесценные. А вот виноград 21,20 фасованный. 19,30. А, вот эти пуськи. Эти пуськи. Их запихивают в специальную формочку, и они вырастают в виде Будды или кого-то, не знаю. В виде, короче, фигурки, лица. Это вешенки. Вы такие сами выращивали. Распродажная полочка. Все, что уже пропадает, продают по одному юаню за полкилограмма. Гранаты, сливы, вишни, яблоки, мухи. 3,98 за манго. Вот за это манго 3,98. Я бы уже смело переместил это вот в соседнюю корзину, где испорченные продукты. Тамарин 15,80. Вот так выглядит стручок. Внутри что-то наподобие желеек. Видно, да? Вот они вот такие. Грустящие сливы. Ну, то есть, недозревшие. 6,50 вот за эту упаковку. А это очищенный сахарный тростник. 5,60. А, ну, по весу, да. Вот 6,55-60, понятно. Еще один хром. На входе такие красивые помидоры были нарисованы. А тут как-то не очень. 2,50 за полкилограмма. Капуста всего по юаню. Дюшево берем, везем домой. Очень. Вот 3 меточек взяли. То есть, получается, около 20 рублей за килограмм капусты. Хотя я, честно говоря, не знаю, сколько сейчас стоит юань. Это тыква. Только еще не желтая. Мина гоа. Мина гоа. 2 юаня за полкило. Баттат 2,90, 3,90. Картофель. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой он мелкий. Зато всего по 1 юаню за полкило. В 3 раз дешевле, чем у нас. На Микки Мауса похоже. На Микки Мауса похоже. Лук. Мышевая картошка. Мышевая картошка. Макс, что из этого лук? Вот это. 2,58 за полкило. Чеснок. Это чеснок? Нет, вот чеснок. А это вот такой чеснок. Мелкий чеснок. Вот такой. Наверное, суперароматный. За 13,90. А вот такой крупный, который не пахнет, за 3,98. Представляете, какая разница в цене? Меч. Это не меч. Это ям. Ям же это называется. Я правильно вспомнил, да? 7,50. Называется железная палка-ям. Железная палка-ям. Отличное название. Хальраби. Кстати говоря, впервые в Китае вижу. Или просто не обращал внимания. Это что за чудище такое? В России очень популярно. Это капуста такая, но у нее едят вот эту кочерыжку, а не листья. Как тут маринованные? Чеснок, перец, перец, земляной орех, перец, чеснок, морковка, наверное, острая, ламинария, морская капуста. Но остальное я не могу определить так на взгляд. Вон сверху все это в баночках сразу есть фасованные яйца. Почем яйца? У них тут только уже расфасованные яйца. А где стоимость килограмма яиц? Ну ладно, 28,80 вот за эту упаковку, в которой 20 яиц. 28,80. Что, что, что тут у вас такое интересное? Привет. 20 юаней за полкило живого веса. То есть это не мясо, а мая. У тебя же барашек есть. Какие лягушки? А лягушки? И в соседнем аквариуме черепашки. Шкура рыбы. О, огурцы морские в живом виде почти. Кальмары. Некоторые вещи, я даже не знаю, с кого это? Курочка. Как тебе стоимость? Мне кажется, в полмарке чуть дешевле, но в целом нормально. Ну плюс-минус, понятно. Не так, что в два раза дороже или в два раза дешевле. Замороженные продукты. А вот, смотрите, замаринованное мясо для шашлыка, видимо, сразу. Надеваешь на шпажку и ешь. Да, ну, кстати, в последнее время люди-то начали популярно продавать кончики крыльев курицы. Да, они здесь очень популярны. Нет, нет, раньше продавали целое крыло. А сейчас вот только крылышки. Я такого раньше не видела. Ну вот, такой тренд. Сосиски замороженные. Разные полуфабрикаты. Это мы сравнивать не будем. Где готовая продукция, которую можно сразу взять и съесть? Вот рыбка 49,90 за полкилограмма вот этой вот рыбки. Тут пошли креветки, корень лотоса, древесный гриб, лапки, лапки. Шкура, свиная шкура с овощами. Хотите свиные шкурки поесть? Нет. Лапы, лапы. Моя, лапы без костей. Представляешь? По 69 юаней за полкилограмма. Зато без костей. Бери и ешь. Лапы, лапы, лапы. 32,90 за полкило с костями. Кишки. Давайте кишечек возьмем, поедим. Нет? А ты что? А вон желудочки куриные. Это же супер вкусно. А это, я думаю, чей-то желудок. Заря в кишках там что-то есть, а не фаршированные. Они фаршированные жиром. Это жир кишечный. Внутри. Мясо, уши, язык. Почем язык, Макс? 32,90? Язык? Дешево. Но он какой-то весь высохший, даже не вызывает аппетита. И с другой стороны, я вижу, это мы уже проходили. С другой стороны, я вижу курочек готовых. 19,90 за полкилограмма. Утки 6,90. А я с мясом. Кляр. Просто кляр, без мяса. Я думаю, там какие-то отходы использовали. А я думаю, косточки на них кляр. Ёпарасы. Вот что я хочу. 19,90 стоит. Это рулька готовая. Готовая. Бери и ешь. Дети, посмотрите. Мне вот эти вот печенюшки приглянулись. 12,90. Вам как? Фу. Фу-фу-фу. Совсем фу-фу. А вот дают попробовать лом печенюшек. Я бы с нашим дымом даю. Только подешевле образует. Ммм, сладенько. Не, у нас и такие. Смотрите, свиные ушки. Ушки. О, они очень умные. 11,60. За 3,5 килограмма. За 3,5... Не, не, а что другое? А вот это что такое? Я бы хотела попробовать. Да не, ну выглядит все. Выглядит фу-фу, ну интересно же. Это не халва? Нет. Да, согласен. Мне тоже понравилось. Тонны, тонны риса. Вот этот мешок 25 килограмм стоит 148 юаней. Ну плюс-минус, смотрите, 126 есть, но есть и за 286. В зависимости от качества. Также 25 килограмм, но в два раза дороже. Немножко мути. Ой, множко мути оказывается. Слушайте, а у нас таких объемов муку не продают. 102... Э, дети, ну что вы делаете-то? Офигели что ли? 120 юаней за 25 килограмм муки. Пшеничные, надеюсь. Здесь вот даже сяоланбашки нарисованы. Паровые булочки с мясом. Не дам я тебе 5, уйди. Масло подсолнечное. Ну это все... Цена практически одинакова по всему Китаю. Вот, мы дошли наконец-то до холодильника, где можно... Вот тоже кардицепс. Вот этот. Ой, какой он легенький. 8 юаней. Грибочки. Авокадо за 19,82 штуки. Не дороже, чем у нас. Ну, видимо, здесь авокадо не растет. Маринованные местные груши. 2 килограмма за, за, за... Детей нужно. Где гроши написано? Я не уверена, что... 0,68... Я не уверена, что они сладкие. Я тоже не уверен. О! Огурчики маринованные. Как они некрасиво выглядят. Они острые, они с перцем красным. Прекрасная молочная продукция. Побеги бамбука. Дети, найдите, пожалуйста, молоко Яка. Хотя бы посмотреть, как упаковка выглядит. И я бы даже, наверное, попробовал. Вот это мы покупали. Мы покупали это молоко, но это... Йок. Тот же самый древний йок. Пиво из молока. Безалкогольное. Смотрите, какой прикольный йогурт. С клубничками всего 10 юаней. А тут... Там полбанки только налита. Это 1 литр. Да, 1 литр. Здесь стоит 13. А ты почем берешь? У меня где-то за 9 выходит. Ну, столбао, да. Ты сразу ящик берешь. Ну, у нас примерно так же. 12-13 в магазинах стоит. Поэтому стоимость молока одинаковая. Единственное, дети не могут найти молоко Яка. А вот это местный бренд. 3,50. Точно так же. Ну, единственное, конечно, может быть местный бренд. Более свежее, более качественное. Везти-то издалека не надо. О! Мало жира. Обезжиренное, 4,50. Это реклама сейчас. И в тиктоке, и в арбузе, и в били-били. И что это? Это йогурт со вкусом клубники. Прикольно. Хотите попробовать? Да. 10 юаней. Ну, 10 юаней, да. А вот со вкусом дыни 9 юаней. Нет. Не будем, да, пробовать? Да, да, 8 юаней. Это тоже? Да. Вот это все. То, что в таких пакетиках. Да, они там, я вижу, в индивидуальных упаковках. Вы пробовали? Да. Тиня полная. Это как желе со вкусом молока, немножко сладенькое. Да. Как-то так. Молока очень много, но молока яка нашли. А я так хотел хотя бы попробовать. Местная же достопримечательность яки. Нифига себе, посмотрите, каких объемов готовые пельмени тут продают. Я аж поднять не могу с первого раза, во всяком случае. Вот это брикетик. Выбираем донбейское. Выбираем мороженое. А я хочу вон то в вафельном стаканчике. Сто лет в вафельном. Ты уже такое же взяла? Я сто лет в вафельном стаканчике мороженое не ел. А это что, мороженое из собак и кошек? Видите, тут вот палочка, скорее всего, стаканчик, который есть нельзя. И нужно палочкой есть. А я хочу, чтобы можно было есть стаканчик. Много всего интересного, но мы не можем сделать обзор на абсолютно все товары, которые присутствуют в этом супермаркете. Ну и тем более, большую часть вы уже видели в предыдущих наших видеороликах. Затарились по полной. Выходим. Я даже боюсь предположить, насколько же мы набрали. Все же в вафельном стаканчике. Это маленькое. Да, ну очень маленькое. Ну-ка, куси вафельный стаканчик. Он должен быть хрустящий или мягкий? Мягкий. Мягкий? Значит, правильный. Там еще шоколад. Майя угадала. Да, я тоже его хотел, но мы решили один попробовать. А у тебя как палочка отвалилась. Вижу, да. Ну-ка, ковыряй. А вкусно? Да. 220 юаней наш сегодняшний улов обошелся. Многое из этого будем пробовать на видео, поэтому увидимся в следующих видеороликах. Пока-пока. Супер, мне тоже очень понравилось, которое у Майи. А тема понравилась, а мне у нее очень.